Российский офис Volvo готовится переписать ценники на флагманский кроссовер XC90. Стандартная версия модели подорожает на 100 тысяч рублей, но при этом получит новое оборудование. Теперь Volvo XC90 во всех исполнениях оснащается минимум 19-дюймовыми колесами. Кроме того, в список базового оборудования попали система распознавания дорожных знаков, автозатемнение зеркал и бесключевой доступ. Дверь багажника получила электропривод, активировать который можно взмахом ноги под бампером. В самом багажнике теперь присутствует дополнительная розетка и защитная сетка для фиксации поклажи. Компания EastWest Motors перестала поставлять в Россию индийский квадроцикл Bajaj Q. В прессе его часто называют самым дешевым автомобилем в мире. Причина отставки в рекордно низком спросе. С 2016 года удалось пристроить лишь около 100 экземпляров. Основными клиентами были службы доставки. Московский дилер сейчас распродает последние экземпляры. Цена базовой комплектации 337 тысяч рублей. За боковые стекла и отопитель салона нужно доплатить еще 53 тысячи. Напомним, что Qt оснащается одноцилиндровым бензиновым мотором объемом 200 кубических сантиметров. Он расположен сзади и приводит задние же колеса в движение. В России объявлен старт продаж обновленных купе и родстеров Jaguar F-Type. Обе версии были представлены под занавес прошлого года. Тогда же был открыт прием заказов, а поставки первых машин дилерам должны были начаться еще в марте. Однако сроки пришлось сдвинуть. Несмотря на задержку, объявленные цены не изменились. Что касается самого обновления, то новый передок сделал спорткар похожим на гражданские седаны XE и XF. С технической точки зрения изменений произошло немного. Доля новых автомобилей российского производства по итогам первого квартала достигла 84% от общего объема продаж. По данным агентства «Автостад», три четверти из этого количества пришлось на иномарки российского производства, а оставшаяся часть пришлась на машины отечественных марок. Продолжение следует...